Сегодня, как вы видите на слайде, тема моего восприятия звучит так. Иностранный язык как инструмент покорения мира, высшее образование в сфере межкультурной коммуникации. Действительно, Надея Забавдимировна уже сказала, что мы в Фернской вышке в этом году открыли новую образовательную программу академическим руководителем которой я являюсь. Она называется «Иностранный язык и межкультурная коммуникация в бизнесе». И прежде чем выключить эту программу, мы безусловно думали, исследовали рынок, изучали литературу. И в конечном итоге все это делалось для того, чтобы понять, насколько востребованы иностранные языки в нашей стране. И востребованы будут выпускники нашей образовательной программы в дальнейшем. Ну, как вы понимаете, интриги здесь нет, потому что программа открылась. Значит, мы поняли, что ответ на эти вопросы – да. Иностранные языки востребованы, и люди, владеющие иностранными языками, крайне востребованы на рынке. Но сегодня я постараюсь вам это доказать, как мы это доказали себе сначала, прежде чем открыть программу. Показать определенные цифры, статистику, результаты исследований, как наших, так и зарубежных. Надеюсь, что вы откроетесь в эту новую информацию. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, зачем вообще изучать иностранный язык. Я расскажу о финансовых и нефинансовых преимуществах владения иностранным языком, а также подробно остановлюсь на востребованности языковых профессий на рынке труда. Ну, как вы знаете, знание иностранного языка является навыком, все более востребованным в условиях растущей глобализации и интеграции мировой экономики. И всего за несколько десятилетий английский язык стал главным языком международных экономических и политических процессов. То есть все это, в принципе, всем известно. Но возникает вопрос, насколько велико количество людей в нашей стране, владеющих иностранным языком, свободно владеющими иностранным языком. Я предлагаю сейчас вам принять участие в коротком опросе. Для этого вам нужно будет зайти на слайд, на сайт, который называется slida.com. Это можно сделать с компьютера или с своего телефона, с телефона даже удобнее, с мобильного устройства, фоншета, возможно. Когда вы зайдете на сайт, вам нужно ввести код English, и так вы сможете принять участие в вопросе. Я сейчас остановлю демонстрацию презентации, а запущу демонстрацию экрана, чтобы видеть, как у нас люди подключаются и какие ответы на вопрос дают. Можно ссылочку? А, вот сейчас запустили, да, потому что я не успела, например. Да, я запустила, я сейчас ссылку отправлю еще в чат, чтобы вам проще было выйти. Да, только чат мне, видимо, недоступен, да, когда у меня демонстрация, мне недоступен, чат или доступен? Ну, давайте еще раз, я остановлю демонстрацию, отправлю ссылку в чат и снова запущу демонстрацию. Спасибо. Да, я вижу, что уже у нас несколько участников подключились. Четыре человека проголосовали. Итак, самый популярный у нас такой ответ на вопрос, как вы думаете, сколько людей в России заявляют о свободном владении местами языком? 30% считаю. 30% там популярный ответ. Давайте подождем. Шесть человек проголосовали. Так, 10%. Итак, большинство, абсолютное большинство, 65% участников наших сегодняшних считают, что 30% людей в России заявляют о свободном владении иностранным языком, и 38% участников считают, что 10% россиян заявляют о свободном владении иностранным языком. Я думаю, что, 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 на самом деле, всего лишь 1% людей в России, представляете, 1% заявляют о свободном владении иностранным языком. Я возобновляю свою демонстрацию. И так, некоторые статистические данные, которые, я думаю, вам будут интересны. Какова же ситуация с владением иностранным языком иностранными языками в нашей стране? По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, который был проведен в 2014 году, 92% опрошенных посчитали иностранный язык необходимым предметом для изучения в школе. Хотя ценность иностранного языка для человека широко признается в нашей стране, доля населения, имеющая хотя бы базовое знание в России, остается достаточно на низком уровне. Так, по данным международной организации EF, Education First, которая специализируется на обучении английскому языку, в 2017 году Россия занимала 38 место из 80 по уровню владения английским, что является одним из самых низких показателей в Европе. Более того, с 2011 года, когда рейтинг впервые был опубликован, положительная динамика не наблюдалась. Для сравнения, европейская статистика демонстрирует, что как минимум две трети населения в работоспособном возрасте в Европе знают хотя бы один иностранный язык. И, наконец, последний пункт. В нашей стране чаще всего владение хотя бы одним иностранным языком встречается среди людей с высшим образованием. Любопытно заметить, что о свободном владении иностранным языком заявляют всего лишь один процент опрошенных. И это при том, что опросы общественного мнения, которые используют самооценку респондентов как основной критерий, имеют тенденцию к завышению качества оценки. То есть в реальности эта цифра даже ниже. Таким образом, владение даже одним иностранным языком является весомым конкурентным преимуществом в нашей стране. И выгоду от изучения и от владения иностранным языком можно разделить на два вида условно. Рыночную или финансовую, связанную с карьерой, с зарплатными ожиданиями и нерыночную. Нерыночные индивидуальные выгоды, помимо, безусловно, морального удовлетворения и удовольствия от процесса, изучать иностранный эффект действительно очень увлекательно. Также выражаются в расширенном доступе к новой информации, создании репутации и влиянием на когнитивные способности человека. Если говорить о доступе к новой информации, то я думаю, что вы знаете, что более половины контента по разным оценкам, но примерно 50% контента в интернете на английском языке. На этом слайде вы видите диаграмму, на которой представлены 10 самых популярных языков, которые используются в интернете. На миллион пользователей. Это данные на 2017 год, но на данный момент они не очень изменились. Я просто не нашла качественную картинку, чтобы вставить в слайд картинку от 2021 года. Поэтому здесь данные 2017 года. Но, поверьте, они примерно такие же. Вы видите, что английский является абсолютным лидером, за ним следуют китайский и испанский. Я думаю, что вы также знаете, что английский язык является лингофранцией, не только бизнеса и политики, но и науки. Все самые передовые, самые новые научные статьи и достижения публикуются именно на английском языке. И, конечно, человек, владеющий английским языком, имеет доступ к оригинальной информации, а не к переведенным данным, которые иногда могут каким-то образом искажаться. Если говорить о репутационных выгодах, то человек, владеющий иностранным языком традиционно, воспринимается как более способный, более продвинутый. И, опять, исследователи отмечают это. Человек, не боящийся трудностей и способный решать сложные задачи. И на самом деле это не случайно, это не какой-то стереотип, это то, что основано на научных данных, поскольку влияние иностранного языка на когнитивные способности было доказано в целом ряде научных работ. Например, ряд исследователей пришли к выводу о том, что английский, не только английский, а вообще любой иностранный язык оказывает существенное воздействие на улучшение внимания, концентрацию и память, а также связан с развитием абстрактного и символического мышления. Есть даже работа, где показано, как владение иностранным языком влияет на объем мозга интуида. Ученые пришли к выводу о том, что люди, владеющие двумя иностранными языками, так называемые билингвы, в материале работы это были люди, владеющие испанским и английским, их мозг значительно превышает размер мозга человека, владеющего всего лишь одним языком. Но опять же, в данном исследовании это были люди, владеющие только английским языком. То есть увеличение мозга было доказано, опять же, научно. Кроме того, у билингвов есть способности концентрации, которые превышают способность концентрации людей, которые владеют одним языком. Они отличаются более сильным вниманием и вниманием к деталям, что немаловажно. Они часто на лету схватывают суть взаимодействия между людьми в новом коллективе, что также, безусловно, способствует развитию их карьер. Кроме того, люди, владеющие несколькими языками, способны к многозадачности, им легче переключаться между задачами, параллельно решать двумя несколько проблем. Кроме того, они являются более гибкими и проще приспосабливаются к неожиданным изменениям обстоятельств. Так, в исследовании был приведен эксперимент билингвам и монолингвам, людям, владеющим двумя и одним языком. Была предложена целая серия тестов. В итоге, по итогам эксперимента выяснилось, что билингвы лучше справляются с одновременным выполнением нескольких задач и с переходом от одной задачи в другой. Это у них осуществляется быстрее, чем у людей, владеющих одними иностранными языками, благодаря тому, что у людей, владеющих несколькими иностранными языками, более развитой нейронной связи. Это что касается нерыночных выгод, нерыночных плюсов. Если говорить о рыночных выгодах, именно о зарплатной отдаче, это отдельная тема, и это тема, которая также была исследована экономистами, в частности, в работе Рожкова и Рощина, наших коллег из высшей московской вышки. Здесь можно говорить, безусловно, о расширении карьерных перспективов и, как следствие, в соответствующем увеличении зарплат. Зарплатная отдача может здесь возникать по нескольким причинам. С одной стороны, люди, обладающие навыками общения на иностранном языке, могут считаться более производительными по сравнению с теми, кто не смог или не захотел изучать. Это как раз связано с репутационными выгодами, о которых мы говорили ранее. За увеличение своей производительности они получают поощрение в форме заплатных денег. С другой стороны, положительная ассоциация может возникать благодаря тому, что знание иностранных языков значительно расширяет доступ человека к хорошо оплачиваемым местам, которые недоступны для тех, кто не владеет иностранными языками. Например, это могут быть места в другой стране, должности в компаниях в другой стране. Но не все языки имеют одинаковую отдачу. Это тоже интересно. Для Европы среди языков, оказывающих наиболее устойчивое влияние на доходы, лидируют английский и немецкий. Но на отдачу может влиять степень распространенности выбранного иностранного языка на конкретном рынке туда. Так, приведу несколько примеров. Отдача на английский язык в Африи, где на нем говорит практически половина населения, составляет 11%. В то время как в Испании, где английский не слишком распространен, показатель отдачи возрастает до 39%. Французский и немецкий, языки, кстати, которые мы предлагаем в качестве второго иностранного на нашей образовательной программе, вместе с китайским, несмотря на то, что они являются очень популярными в мире, являются менее распространенными среди работников, и поэтому отдача на них выше 49% для французского в Испании и 46% для немецкого в Афранции. По этой же причине можно ожидать более высокую отдачу от иностранного языка в развивающихся странах по сравнению с развитыми. Так, например, во Вьетнаме знание иностранного языка поощряется высокой зарплатной премией в 40-60%. Что же в нашей стране происходит? В России, согласно данным наших экономистов, зарплатная премия для знающих иностранный язык на свободном уровне, один иностранный язык в среднем, составляет 27%. Ну и, конечно, нужно понимать, что специалисты, владеющие сразу двумя иностранными языками, являются еще более штучным товаром и востребованы еще больше на рынке. Это мы говорим о тех случаях, когда свободное владение иностранным языком является как бы дополнением к какой-то специальности. Например, экономист, владеющий свободно английским языком, или юрист, владеющий свободно немецким языком и так далее. А насколько на рынке востребованы, собственно, языковые специалисты? На нашей образовательной программе мы предлагаем три профиля подготовки. Это межкультурная деловая коммуникация, перевод и переводоведение и теория и методика преподавания иностранных языков. Давайте подробнее поговорим о каждой из этих профессий, о каждом из этих профилей. Формирующиеся бизнес-процессы и появляющиеся с ними новые рабочие места требуют, как мы уже увидели, навыков хорошего иностранного языка, за которые работодатели готовы платить. Например, на этом слайде вы видите скриншот из портала Headhunter, где требуется персональный ассистент или помощник руководителя со знанием английского языка и зарплата предлагается до 650 тысяч рублей. Это свежая вакансия, тоже прямо на ней видно, что она была опубликована 4 декабря этого года. Действительно, свободный иностранный язык предполагает возможность выстраивать коммуникацию в разных рабочих ситуациях, и специалисты, владеющие этими навыками, безусловно, отстребованы. Специалисты, которые способны работать в мультикультурной команде, которые могут быть достаточно гибкими. И сегодня в нашей стране, поскольку такие специалисты, как мы уже сказали, это штучный товар, конечно же, востребованный рынок предъявляет устойчивый спрос на специалистов с этими навыками. Следующая специальность – это специальность переводчик. Специализация называется, как я уже сказала, переводоведения. Вообще, у многих отмекают опасения, что профессия переводчика и живет в ближайшем будущем, и все заменит автоматизированный перевод, но на самом деле это не так, и здесь вот не случайно эта картинка на этом слайде. Я хочу поговорить о профессии переводчика на примере сферы развлечений, индустрии развлечений. Вы, я думаю, все знаете, что в последние годы все быстрее растет спрос на аутентично-развлекательный контент, произведенный в разных странах. Например, вот это кадры из нашумевшего фильма «Украв Кальмара». Этот фильм посмотрело по оценкам более 111 миллионов зрителей по всему миру, и большинство из них смотрели сериал субтитрами. Сериал этот, кто произведен в Корее. Субтитрами, которые предлагалась компания Netflix, и качество этих субтитров, как выяснилось, во многих случаях далеко не соответствовало ожиданиям зрителей, и как результат тема востребованности профессии переводчика появилась в обсуждениях в последнее время в интернете, и таким же выводом приходим изучить эту тему. Именно поставщики языковых истук играют решающую роль в распространении, в том числе развлекательного контента по всему миру. Но вот, как выяснилось, сейчас все чаще не хватает политикованных переводчиков. А вот автоматизированного решения, на которое все так рассчитывали, до сих пор нет. Такого решения, которое бы отвечало всем запросам и было действительно высокого качества. Поэтому в ближайшие годы спрос на переводчика только возрастет, и с этим мнением соглашаются специалисты практически во всех развитых странах, и в Америке, и в Европе, ну и в нашей стране, безусловно. Причем здесь мы говорим не только о переводчиках с английского и на английский, но и тем паче переводчиков с немецкого, на русский, и с французского, и с китайского. Эти переводчики еще более подходят. Ну и, наконец, следующая специализация, наш профиль, который называется теория методика преподавания иностранных языков, профессия преподавателя иностранного языка. Также в настоящее время мы наблюдаем тенденцию к возрастающему интересу к изучению иностранного языка, и в нашей стране, в нашем даже городе все чаще появляются языковые центры, языковые стартапы, которым, безусловно, требуются с одной стороны преподаватели, с другой стороны требуются люди, которые могли бы управлять этими центрами. А особенностью нашей образовательной программы является то, что в учебный план на всех курсах включены дисциплина менеджериального цикла, то есть вне зависимости от выбранной специализации студенты получают представление о том, как работает бизнес, как устроены бизнес-процессы, и мы полагаем, что наши выпускники смогут не только оказывать и образовательные услуги, но и быть менеджерами, быть методистами образовательных языковых теней. Ну и если говорить просто даже о профессии репетитора, опять же, по данным портала Headhunter, репетиторами настранных языков можно трудоустроиться даже без опыта работы. специалисты этого портала проанализировали предложения в этой сфере и проанализировали трудоустройства в этой сфере и пришли к выводу, что количество вакансий на специалистов, не имеющих или имеющих очень маленький опыт работы, составляет примерно 51% в этом сегменте, и при этом это отличная возможность зайти в профессию и чаще всего репетиторы требуются на частичную занятость, больше половины вакансий предлагают именно такую организацию работы, что означает, что это может быть отличная подработка, которая, опять же, очень востребована в настоящее время и приносит неплохой доход по некоторым оценкам, если говорить о Москве, то это может быть 200 тысяч рублей в месяц, опять же, по данным порталов, которые размещают вакансии. Ну, вот это в целом все, что я хотела вам рассказать, я думаю, что в дальнейшем я отвечу на вопросы, которые возникли. На этом слайде представлена литература, которую я использовала, здесь есть контакты, страница наша образовательная программа, где есть подробная информация, учебные планы, преподаватели, которые работают на программе, и моя электронная почта, вы можете задавать мне вопросы, если сейчас, например, какой-то причине вы не зададите вопрос, можно написать мне, и я стараюсь быстро ответить. Красивая картинка, чтобы завершить презентацию, спасибо за внимания, я готова остановить демонстацию и отвечать на вопросы. В чате я вопросов не вижу, так что, наверное, можно... Наверное, я не успею написать в чат. Да, пожалуйста, голосом облачусь. Какие нужны предметы для поступления? Я искал, предметы не нашел. Для того, чтобы поступить, нам нужно сдать ЭГЭП по трем предметам. Это любой иностранный язык, минимум на 55 баллов, русский язык, минимум на 50 баллов, и общество знания, минимум на 45 баллов. Спасибо. Пожалуйста. Есть ли еще вопросы? А вот еще раз, второй язык, который будет изучаться, это китайский, правильно? Мы предлагаем на выбор три иностранных языка в качестве второго. Это китайский, немецкий или французский. Понятно, спасибо. есть ли еще вопросы? Диана, давайте проговорим, кто получается на выходе после вашей программы, то есть кого мы готовим и куда, где они потом могут себя найти. Да, надеюсь, спасибо. И как я сказала, мы предлагаем три профиля подготовки, три специализации. Это межкультурная деловая коммуникация, но это, как я уже сказала, специалисты, которые будут способны работать в мультикультурных компаниях или компаниях, которые имеют зарубежных партнеров, специалисты по межкультурной коммуникации. Затем переводы перевода видения, ну тут название говорится можно себя, пересечки, и, наконец, третья специализация теории методики преподавания иностранных языков, это могут быть, безусловно, преподаватели иностранного языка, но, как я сказала, на всех специализациях, на всех профилях подготовки в учебный план включены дисциплины менеджериального цикла, которые начинаются уже с первого курса, то есть уже на первом курсе студенты наши изучают такую дисциплину как общий менеджмент, поэтому у них есть, у наших выпускников есть представление о том, как работает рынок, как работает организация, как выстраиваются бизнес-профессы, и поэтому мы полагаем, что это может быть менеджер образования, не только преподаватель. кроме того, на всех вообще образовательных программах, которые есть в бывшей школе экономики, и наша программа не является исключением, у студентов есть возможность выбрать так называемый майнер, это происходит, выбор майнера происходит на втором курсе, майнер это связка из четырех дисциплин, студенты выбирают майнер по одному принципу, принцип следующий, майнер не должен совпадать с основной специализацией, то есть студенты нашей образовательной программы смогут выбрать майнер по менеджменту, тому же, по юрист-пруденции, по информационным технологиям, по экономике, на самом деле выбор майнеров очень велик, потому что с прошлого года майнеры являются межкампусными, это значит, что студенты учащихся в Тюрьме могут слушать майнер, который читается в Москве, в Нижнем Новгороде, в Питере, в тех городах, где есть кампусы высшей школы и командики, поэтому здесь огромный действительно выбор, огромный список, и майнер дает такую дополнительную специализацию и позволяет в дальнейшем профилизировать профессиональную деятельность, например, специализироваться в области перевода в сфере юриспруденции, как говорят, или, например, специалист по межкультурной коммуникации, владеющий некоторыми навыками профессионального менеджера. Я не говорю ни в коем случае о том, что мы выпускаем менеджера, потому что у нас все-таки профиль лингвистика, и в диплом будет написано лингвистика, а не менеджмент, но мы оправдываем наше название межкультурная коммуникация в бизнесе именно за счет включения в учебный план дисциплин, связанных с менеджментом, будет возможность изучать майнер, плюс у нас сделает сильно стендное изучение делового английского языка, студенты изучают деловое английское первого курса, и это тоже дает определенное преимущество и упрощает в дальнейшем их работу в компании. Я вижу специально записано в дипломе по программе. Ну, у нас одна программа, я сейчас говорю об одной программе, это программа, которая называется иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе, у всех выпускников записана в дипломе специальность лингвистика и потом просто выбранная специализация, либо межкультурная деловая коммуникация, либо переводы перевода ледения, либо теория методика преподавания на самом лингвище. Но специализация в специальности тех лингвистик. Сколько стоит обучение на бакалавра? Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, сейчас не могу вам озвучить цифру. Простой причиня, что утверждение стоимости образовательных программ у нас происходит на уровне ректора и происходит это обычно в январе. Проходит большой ученый совет в январе и там утверждают цифры. Как только они будут утверждены, мы обязательно разместим эту информацию на странице образовательной программы и там вы сможете с ней ознакомиться. Или можно ближе к концу января написать мне на почту или на той же странице образовательной программы есть специальная кнопочка задать вопрос академическому руководителю. Если вы на нее нажмете, опять же, мне напрямую письмо от вас можно задать этот запрос и я вам отвечу. Бюджетные места, да, безусловно, есть. В этом году у нас будет в этом смысле в 2022 году будет 10 бюджетных мест и также мы планируем набрать коммерческих студентов. Наталья Владимировна спрашивала про сколько лет обучения на бакалавра по нашей программе? 4 года. 4-летний бакалавра. Здравствуйте, еще раз можно вопрос такой. По обмену у вас студенты ездят куда-то на втором курсе там, я не знаю, или нету такого? Спасибо большое за вопрос. Да, безусловно, у нас есть так называемая академическая мобильность. Это мобильность у нас работает как на нашей программе, так и на других программах вышки. Что это такое? У нас есть два вида академической мобильности. Это внутренняя мобильность, когда студенты могут поехать в любой кампус вышки, уже начиная с первого курса со второго семестра на аналогичную образовательную программу. Аналогичная образовательная программа есть у нас в московском кампусе и вот со следующего года откроется ниже город. То есть они могут поехать туда на семестр, учиться там в другом кампусе и затем вернуться к нам. Кроме того, у нас есть международная академическая мобильность. Международная мобильность это когда студенты ездят в рубежный университет, партнер высшей школы экономики, партнеров и вышки достаточно много, более 300 университетов по всему миру в Европе, Азии, Америке и опять же студенты могут там проучиться какое-то время от одного семестра до года, если я не ошибаюсь, ну как минимум да, как минимум семестр и затем опять же то есть ну понятно, что это должна быть схожая программа, чтобы какие-то дисциплины мы могли перезучить студентам, но многие студенты пользуются этой возможностью. Этой возможностью международная мобильность доступна для студентов со второго культя. Любой студент может поехать или это от чего-то будет зависеть? Ну там безусловно есть конкурс, во-первых, не должно быть академической задолженности, чтобы можно было вообще принять участие в этом конкурсе, во-вторых, решение принимается в зависимости, если мы говорим об зарубежной мобильности, в зависимости от рейтинга студента, у нас в вышке действует рейтинговая система, то есть есть рейтинг текущий по результатам только завершившейся сессии и так называемый мультивный накопленный рейтинг за все время обучения. Студенты ранжируются, студенты одного курса, одно образовательного программа ранжируются, и если возникает конкурсная ситуация на мобильность, то предпочтение отдается тем, кто занимает более высокую позицию выбирает. Спасибо большое. Пожалуйста, есть еще вопросы? Да, вот я вижу, еще появился вопрос. Спитальность мультивной и межпособной коммуникации бизнеса будет отребована. Шансы выше, чем на предпочтение. Да, безусловно, отребована. Я надеялась, что мне удалось это вам продемонстрировать, да, безусловно. Причем речь идет обо всех направлениях, которые мы предлагаем, и межкультурная деловая коммуникация, и перевод переводоведения, та специализация, которая обычно вызывает наибольшее количество вопросов именно в связи с развитием информационных технологий, автоматизированных систем перевода, но вот мы видим, что да, именно человеческий перевод все-таки не удалось пока ни кем заменить, и в ближайшие годы точно не удастся. И преподаватели, конечно же, на странах языков и менеджеры образовательных организаций также требуются. Мне сложно ответить на второго тот шансы выше, чем на другие направления или нет, потому что, в принципе, у нас достаточно высокий конкурс на все образовательные программы, просто на каких-то образовательных программах большее бюджетных мест, на каких-то меньшее количество бюджетных мест, а так, в принципе, у нас конкурс традиционно достаточно высокий на все адресные бюджетных влезу с по полу душанцев. Очень трудно, когда вы слышите, что в таком-то университете завышенные проходные баллы, там завышенные средние баллы, неверьте этой фразе, никогда невозможно завысить проходной либо средний балл, мы сами его узнаем и высчитываем уже по кончанию приемной кампании, и сказать, предвосхитить, сказать вам, какой балл ориентировочно будет, это невозможно, потому что, как сказал Елизавет Санна, разное количество мест бюджетных, на программах у нас есть программа, где 90 бюджетных мест, лингвистиков всего 10, мы понимаем, что шансы, конечно же, уменьшаются, и надо понимать, что, вот если сравнить с прошлыми годами, например, лингвистика в прошлом году все рекорды побила по поступлению по среднему баллу, то есть балл был в среднем по одному экзамену за 90, то есть на программу, например, по экономике балл средний был 80 с копеечкой, а средний балл вообще по вышке, по высшей школе экономики и по перскому кампусу, я имею в виду, был 85 в прошлом году, конечно, сравнить с московским кампусом нет смысла, потому что там 99,9, наверное, где-то и 100 баллов в некоторых программах, а то и больше все там олимпиадников, но я бы не сказала, что на лингвистику проще, мне кажется, наоборот, на лингвистику все это того, что и мест меньше бюджетных, наоборот, сложнее поступить. И сразу отвечу на вопрос про бюджетные места, нет, у нас есть 5 программ, в этом году, вернее, в 22 году приема будет 5 программ, и 10 мест, мы говорим, бюджета только о программе иностранной языке и межкультурной коммуникации в бизнесе. На другие программы там разбег от 25 и, как я уже сказала, до 90. То есть, есть программы, где очень много мест, но средний балл, все-таки, повторюсь, выше 80 в любом случае. И международная мобильность, Наталья Владимировна, да, возможно, по любому направлению. Единственное условие, что вы должны выбрать университет зарубежный, вернее, из тех предложений, которые есть в вышке, тот, который схож с вашей программой, потому что, как правильно сказала Елизавета Санна, вы должны, мы потом должны вам перезачесть дисциплины. То есть, вы же полгода с нами не будете, как говорится, вы должны это все не то, чтобы успеть пройти, но хотя бы частично пройти там за рубежом. И поэтому, когда ребята наши едут, выбирают вуз, они, конечно, смотрят, что программа была максимально схожа, а университеты зарубежные не так формулируют программы, как российский университет, то есть, есть разница. И уже потом едут. И по мобильности хочу добавить, что по международной мобильности именно, что там, конечно же, на лингвистике, наверное, это не так страшно, но там должно быть обязательно знание иностранного языка определенное. То есть, вы должны тоже это подтвердить, потому что без плохим английским делать нечего в другом университете. Ну и, конечно, пандемия немножко подкосила именно международную мобильность. Предложения, конечно, есть, но они звучат так сейчас, что давайте вы будете сидеть в Перми, учиться у нас. Конечно, неинтересно учиться в другом государстве, в другом университете, сидя в Перми и видя наши стены. Поэтому, конечно, мы сейчас немножко не так активно ездим, потому что границы закрыты некоторые, но я надеюсь, что в ближайшее время, когда нам всем околочки поставят, нас начнут пускать и, собственно, в университеты другие. Но еще раз повторюсь, что есть внутренняя мобильность, это тоже хорошая возможность поучиться с другими студентами, с другими преподавателями в другом городе чуть побольше, да, и получить, собственно, интересный опыт и, опять же, наладить связи, потому что университет все-таки это такое время, препровождение, кроме знаний, навыков, мы еще и получаем расширенные связи, которые потом в дальнейшем можно использовать. Да, Надежда Владимировна, спасибо большое за содержательные ответы. Да, Арсений спрашивает, кто ведет целиотбор по результатам ЕГЭ, а не по обвинительным экзаменам. Да, конечно, качество исключительных мы принимаем в ЕГЭ. У нас есть свои экзамены, которые организует Большая школа экономики, но для определенных категорий граждан, например, для выпускников колледжей, но выпускники школ сдают ЕГЭ. И мне кажется, что еще следует уточнить немного вот по поводу попульсетов, то, что вот в вопросе-то звучало. Может быть, не совсем понятно, я еще раз хочу поговорить это. Вот те специализации, о которых я говорила, межкультурная деловая коммуникация, перевод в переводоведение или теория методик продавания иностранных языков, студенты расходятся на эти специализации, начинают с третьего курса. То есть система следующая. Все поступают на программу иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе, учатся вместе в течение двух лет на первом и втором курсе. Там у нас учебный план включены дисциплины, связанные с теорией языка, безусловно, это введение языка знаний, история языка, теоретическая, грамматика. В общем, то, что закладывает базу для лингвиста. У нас есть дисциплина цикла Data Culture, это опять же то, что совершенно необходимо современному лингвисту, например, цифровая грамотность, основы программирования на питоне даже изучают наши студенты, потому что современный специалист в области языка знания, конечно же, должен был деть всеми цикловыми инструментами. Есть так называемые дисциплины общего цикла, это социология, экономика, то, что все изучают, но это помимо, конечно же, основы нашего учебного плана, это иностранные языки, у нас более примерно половина всех часов, которые есть в год на первом и втором курсе, это язык. То есть мы действительно заложили большое количество часов на изучение как первого, так и второго иностранного языка, чтобы это были именно контактные аудиторные часы, потому что мы понимаем, насколько важно студент обеспечить эту языковую практику для студентов. И вот это все отличается вместе, первый, второй курс, а затем к третьему курсу студенты определяются и делают выбор одной из трех специализаций, одного из трех профилей. И на третьем и четвертом курсе у них уже есть дисциплина специализации, то есть то, где они расходятся. Например, студенты, выбравшие первую специализацию, слушают дисциплины, связанные с теорией коммуникации, например, решая разрешение конфликтов в межкультурной студии или теории и практики межкультурной коммуникации, студенты, выбравшие профиль перевода перевода ведения, изучают дисциплины теории и практика перевода, деловой перевод, студенты, выбравшие профиль теории методики иностранных языков, изучают психологические основы изучения иностранных языков, опять же, методику преподавания, то есть вот это дисциплина специализации, где они расходятся. Но, в принципе, все еще они остаются на одной программе. Просто расходятся на третьем, четвертом курсе на специализацию. И практику они также проходят в зависимости от выбранной специализации на четвертом курсе. То есть это или компания, которая работает с зарубежными партнерами из числа партнера высшей школы экономики, либо образовательное учреждение, если это третий профиль, или это юборо переводов, агентство переводов, если это второе. Больше я пока вопросов не вижу. Пожалуйста, озвучивайте, перепишите. Давайте я еще раз на всякий случай прогублирую в чат свой электронный адрес, чтобы, если вдруг у вас возникнут вопросы потом, или когда вы посмотрите, например, страницу нашей образовательной программы, вы могли мне эти вопросы задать. Вот мой электронный адрес. Пожалуйста, пишите. Там же, кстати, есть на странице нашей образовательной программы, наверное, сейчас я тоже стараюсь ссылку быстренько бросить в чат. Там есть презентация подробная нашей образовательной программы, видео можно посмотреть, и думаю, что у вас сложится еще более полное представление о нашей образовательной программе. Вот сейчас я отправляю в чат ссылку вам на нашу страницу, на сайте вышки. Арсений, специально для вас. Ссылка на программу. Там есть и по вступительным испытаниям, собственно, да, и по учебному плану, и, собственно, информация по программе образовательной бакалавриаты. Ну что ж, если нет вопросов, я думаю, что есть смысл поблагодарить друг друга за сегодняшний вечер, за то, что вы нашли время быть с нами. Я думаю, что Визит Санна показала вам важность. Во-первых, конечно, важно выбрать будущее, и вам сейчас сложно, потому что вы выбираете, мы-то уже, как говорится, на дороге, а вам на дорогу нужно выбрать, поэтому удачи вам. И сдать ЕГЭ лучше, чем вы рассчитываете. Мне кажется, это самое важное. И не нервничать. И приходить к нам, в Большую школу экономики, поступать, и, надеемся, увидим вас уже в качестве первокурсников осенью 2022 года. Спасибо большое, Визит Санна, вам за сегодняшнюю встречу. Спасибо, Надежда Владимировна, за организацию. Спасибо, уважаемые гости. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.